У нас шестой выпуск программы «Несвятая оппозиция». В этот раз мы будем говорить о партии родной крови. Такая вот очень, я бы сказал, разношерстная партия тут образовалась. Они сами себя, естественно, так не называют, но давайте все по порядку. Война создала достаточно четкую и ясную систему координат, предоставив каждому из нас сделать выбор на чьей-то стороне – Россия или Украина. Казалось бы, все ясно, но для многих российских противников Путина этот выбор оказался почему-то очень сложным. Ну, собственно говоря, я, конечно, немножко лукавлю, когда говорю «почему-то». Более-менее понятно, почему. Сейчас мы попробуем разобраться. Очень многие остановились перед стеной, на которой был написан плакат «Как ты можешь быть против своей страны?». Хотя есть масса исторических подсказок, ну, фактически шпаргалок. Например, немецкие антифашисты, тот же Вилли Брандт, который с оружием в руках воевал против своей страны, которая тогда называлась Третий Рейх. Казалось бы, все ясно, но, видите, для многих это оказалось непреодолимой стеной. И целый ряд разных людей, которые вроде бы как декларируют себя как противники Путина, оказались на стороне страны-агрессора. То есть сделали вот этот выбор. Ты за кого? За Украину или за Россию? За Россию. То есть за страну-агрессора. И в этой партии, партии родной крови, я ее так называю, в противовес партии чужой крови, куда, по мнению Шлозберга, входят те, кто, как я, например, призывают помогать Украине оружием и личным участием, если здоровье позволяет. И вот в этой партии родной крови оказались такие очень разные люди, как, например, сам Лев Маркович Шлозберг и Юлия Латынина. И вот я, собственно говоря, сделал этот выпуск такой немножко комбинированный, потому что вот в конце прошлой недели, вернее, и вчера в особенности, несколько, несколько, некоторые из вас попросили меня откомментировать и выступление Шлозберга последнее, и статью Латыниной. Что я, собственно, и делаю. В минувшую пятницу Лев Шлозберг отвечал на вопросы Алексея Венедиктова. И вот как он объяснил, вот я объясняю основной водораздел между людьми сегодня, это те, кто за Украину и те, кто за Россию. А вот Лев Маркович объяснил по-другому. Вот как он объяснил свое представление о том, как он видит современный водораздел между людьми. Я не разделяю людей на уехавших и оставшихся. Люди разделились не по территориям, не по месту своего нахождения. Разделились по ощущению и пониманию, где родина. Где твоя страна? Где у тебя болит сердце за страну? За какую страну у тебя болит сердце? У меня болит сердце за Россию. Но вы же не кардиолог, чтобы говорить, у кого болит сердце, за какую страну. Я говорю не в медицинском смысле. Я говорю в человеческом и эмоциональном смысле. Нет разделения по территориям. Есть разделение, какую страну мы хотим спасти. Я хочу спасти Россию. Поэтому я считаю, что все эти люди, вне зависимости от места проживания, они находятся в России, они находятся в Украине, они находятся в других странах. У них российский паспорт или у них другой паспорт. Они определяют свое отношение к происходящему тем, где они считают, что у них родина. Какую страну они хотят спасти. Может они по-разному видят Россию, вот и все. Они могут по-разному видеть Россию. Но вы-то говорите другой, вы говорите, что у них не болит сердце за Россию. То есть вы ставите кардиологический, политико-кардиологический диагноз. Я не знаю, у кого не болит и у кого болит сердце за Россию. Я список не прикладываю. Ну, короче говоря, вот он делит людей на тех, у кого болит сердце за Россию, у кого не болит. Вы знаете, нетрудно заметить, что по этой классификации Шлосберг оказывается в одной компании с такими сердечно больными по России людьми, как Путин, генерал Гурулев. Под этим словами могли бы подписаться вот все эти люди, и Владимир Путин, и Гурулев, и Соловьев, и Маргарита Симоньян. У них тоже постоянно какие-то сердечные боли по поводу России, по крайней мере, декларируемые. Я не знаю, насколько Льву Марковичу уютно в этой компании. Особенно сложно дается разделение на агрессора и жертву агрессии. Шлосберг категорически противится тому, чтобы признать Украину жертвой агрессии. И причина понятна. Это не лингвистический, не терминологический спор. Причина предельно понятна. Ведь если Украина страна жертва агрессии, то агрессор – это тоже страна. И это Россия. Жертва нападения. Юридическое понятие может быть подтверждено независимым международным судом. Это понятно. Ваша точка зрения. Моя точка зрения заключается в том, что 24 февраля 2022 года Украина приняла на себя военные действия по решению главы российского государства. Потому что военная операция, начатая Россией, пришла в Украину. Слова маркировочные – это определить, кто жертва агрессии в нынешней ситуации, может только независимый суд, считает Лев Маркович. Слозберг, а так это непонятно. Без этого непонятно, кто является жертвой агрессии. Не может он определить, поэтому он вообще против того, чтобы считать Украину жертвой агрессии. Нужен независимый суд. Всему человечеству не нужен независимый суд для этого, а вот Льву Марковичу нужен. Поэтому он не считает Украину жертвой агрессии. Ну и вообще вот эти формулировки Лев Шлозберг хорошо пишет и хорошо говорит. Вот эти вот топорные формулировки «приняла на себя агрессию», «приняла на себя войну» – это, конечно, желание скрыть очевидное. Нежелание выговорить простые ясные вещи. Я сразу хочу сказать, что вот все разговоры о том, что он находится в ситуации, когда он не может говорить правду, потому что он находится на территории России. Ну, по этому поводу было ясно сказано, что если ты говоришь, если ты выступаешь, то ты тогда говори и выступай. Если ты боишься чего-то, ну тогда есть прекрасный способ просто не говорить, не выступать и замолчать. Но Лев Маркович говорит и говорит вот такие вот вещи. Значит, вообще с этой войной, по словам Льва Шлозберга, очень-очень непросто. Категорически нельзя проводить параллели между Второй мировой войной и нынешней. Тут в нынешней ситуации все очень запутано. И вообще все виноваты. Короче, вообще тут как бы и Путин-то в конечном итоге не очень при чем, потому что весь мир не справился с ситуацией, утверждает Лев Шлозберг. А Путин просто оказался крайний. 68 лет. Исаков спрашивает, так кто ввел войска в Украину в 24-м году и можно ли это сравнивать с 41-м годом? В 24-м году или в 22-м? В 22-м, конечно, 24 февраля. Военную операцию объявил Владимир Путин. Сравнивать это с событиями 39-го или 41-го года нельзя. Почему? Потому что другой сюжет. Но есть не ответ. Говорите, вы спросили, нельзя. Нет, другой сюжет это что-то такое, другой сюжет, а вам скажут этот сюжет, но это же не разговор. Почему вам кажется, что это другой сюжет? Не кажется, а потому что я так считаю. Потому что это происходит на руинах Советского Союза. Эти боевые действия это последствия распада СССР. И вот цивилизованно в итоге провести не удалось. И по самой больной линии между Россией и Украиной этот раскол превратился в боевые действия. Потому что не смогли сберечь мир. Это не конструкция, когда гитлеровская Германия начинала свои боевые действия в Западной Европе, и они перекинулись потом на Восток и на Советский Союз. Это борьба внутри бывшего СССР за его наследство, за политическое наследство, за его территориальное наследство, за его военное наследство, включая ядерное оружие, от которого Украина отказалась в обмен на гарантии неприкосновенности ее границ. И это вопрос того, каким образом мир смог справиться с распадом Советской Системы. Вот 24 февраля 1922 года дало ответ. Мир, весь мир, не только Россия, не только Украина, но весь мир не справился с распадом СССР. Мы пришли к катастрофе. Ну то есть смотрите, вместо четкого и ясного взгляда на эту войну с определением агрессора и жертвы агрессии, почему только что Лев Шлозберг так яростно противился понятию жертвы агрессии? Потому что тогда все становится ясно, черное и белое. Оно так и есть. Это же простая штука. И вместо четкого и понятного разделения на две стороны, одну правую и другую виноватую, ответственную, идет замыливание, лютое совершенно замыливание и размывание вины и ответственности. Весь мир не справился. Оказывается, Украина делила с Россией право на наследство Советского Союза. Это когда же она делила это? Украина четко стояла на позиции своего собственного суверенитета и чужого Украине. Что, Украина претендовала на газовое месторождение, что ли? Что, Украина претендовала? Украина отказалась от ядерного оружия. Украина отказалась от советского наследства. И фактически, каким образом Украина делила с Россией советское наследство? Каким образом это происходило? Ну и, конечно, совершенно жуткая вещь, это то, что весь мир, оказывается, не справился. Оказывается, весь мир не справился. То есть, ну, Путин вот только тут как-то вот оказался крайним во всей этой ситуации. А так, весь мир не справился. А что, мир должен был войска ввести, чтобы не допустить сползания России к фашизму? Или все-таки создателю партии «Яблоко», господину Явлинскому, не надо было своими голосами подсаживать Путина на самодержавный трон? Что он сделал в августе 1999 года? О чем господину Шлозбергу, конечно же, хорошо известно. Ну и, наконец, вишенка на торте – это уравнивание России и Украины. И, оказывается, и россияне, и украинцы, они одинаково хотят мира. Они и те, и другие тяготеют к свободе. Вообще, один народ, по сути дела, если послушать Шлозберга. Ну вот только начальство безобразничает. Ну и, кстати, в Украине, там же ужас, там тоже есть полицзаключенные. Нет, Льву Марковичу явно пора в российский телевизор. Он бы там про украинских полицзаключенных рассказал подробно. И там бы его, конечно, поняли. С Питера 50 лет, а сможем ли потом жить вместе? Да. Ну, объясните, почему вы так думаете? Потому что эти страшные раны зарубцуются. Потому что пройдет 2-3 поколения, и люди вернутся к общению друг с другом. Кроме того, сейчас общество России и общество Украины на самом деле во многом солидарны. Это люди, которые придерживаются общих гуманистических убеждений. Они противники боевых действий. Это антивоенные люди. Но так сложилось, что высказывание антивоенного мнения сегодня не только в России, но и в Украине серьезно наказуемо и преследуемо. Не только в России есть политзаключенные. В Украине есть политические заключенные. И их много. Особенно на востоке Украины. Просто об этом сейчас не модно говорить. Точно, пора Льву Марковичу в телевизор куда-нибудь, к Соловьеву, к Скобееву и к Норкину. Он встроится. Там все будет хорошо. Потому что он там будет представлять такую вот миролюбивую фракцию. Может, в Единую Россию вступит. Хотя нет, яблоко он не бросит. Но вот все, что он говорит, это очень-очень ложится в канву путинского пропагандистского нарратива. Путинского телевизора. И в Украине, и в России люди одинаковые. Все хотят мира. Россияне тоже хотят мира. Интересно. Вот вообще человек просто, видимо, по улицам не ходит. И интересно, а кто же это воюет? А кто же это за деньги идет воевать? А кто же с удовольствием провожает на эту войну? В общем, короче говоря, действительно, человек... Вот партия родной крови, это партия патриотов. Ну, фактически, это фракция путинистов. Юлия Леонидовна ничем не напоминает Льва Марковича. Они не похожи ни гендерной принадлежностью, ни прической, ни цветом волос. Ну, и кроме всего прочего, Юлия Леонидовна очень не любит яблоко. А Лев Маркович, наоборот, через слово буквально повторяет, что мы в партии яблоко и так далее. И вот на минувшей неделе Юлия Леонидовна опубликовала в новой газете, новой газеты Европы, это так называется издание, текст под названием «Белый дом и белое пальто». И под заголовок «Как российская оппозиция не критически приняла левую повестку и деколонизировала саму себя». И вот этим текстом, ну, собственно, и своими стримами, своими материалами на Ютубе, вот этим текстом окончательно полностью себя вписала в партию родной крови. Сразу предупреждаю, будет много текстов и много комментариев, потому что, в отличие от Льва Марковича, который говорит, ну, простые ясные вещи, Юлия Леонидовна теоретизирует. Поэтому придется разбираться. Давайте по порядку. Значит, начинает свою публикацию Латынина следующей фразой. «Призрак бродит по миру». Это призрак неомарксизма. Неомарксизм, понимаете? Значит, что такое неомарксизм, мы сейчас в понимании Латынина, мы сейчас на этом остановимся. Итак, призрак неомарксизма. Он машет флагами Хамаса на кампусе в Беркли, скидывает евреев в речку в Амстердаме, заставляет американские корпорации вводить отделы разнообразия, равенства, инклюзивность. В сущности, большая часть всего, что предшествовало и сопровождало российско-украинскую войну, есть результат разрушительного действия этой неомарксизмской идеологии, как на украинские, так и на российские интеллектуальные элиты. Итак, найден главный враг. Это неомарксизм. Ну, прежде чем я постараюсь, ну, я нисколько не сомневаюсь, что большинство из вас знает, что такое неомарксизм, но вот в интерпретации Юлии Леонидовны это особый зверь, страшный, хищный, который, в общем-то, почти уже проглотил Запад. Ну, вот единственное, только последние выборы в Соединенных Штатах Америки дают надежду. Как объясняет, что такое неомарксизм? Давайте послушаем латынину. Что такое неомарксизм на Западе? Это философия, идеально подходящая для богатого общества, разросшейся бюрократии и всеобщее избирательного права. Всеобщее избирательное право – это пунктик латыниной, не дает ей покоя, она ненавидит это, это одно из важнейших прав человека, ненавидит лютой ненавистью. Далее, из этих трех ингредиентов получается смертельный коктейль. Новая церковь людей в белых одеждах, которые точно знают, что есть справедливость и что есть угнетение, что есть добро и что есть зло. Кто есть жертва и кто есть агрессор. Угнетение – это когда кто-то что-то создает, производит, творит. Это вы думаете, что он производит космические корабли, создает вакцины и так далее. На самом деле он у кого-то при этом что-то отнимает, угнетает и обездоливает. Он отравляет мир с помощью СО2. Он дискриминирует угнетенных. Ну вот теперь давайте разберемся, что на самом деле такое неомарксизм. И откуда вообще вот эти вот… Знаете, очень часто, когда кто-то приходит в комментариях, и буквально по первой фразе становится понятно, кто нагадил в голову этого человека. Вот буквально по одной фразе, даже если человек не говорит источник, сразу становится понятно. Ого, тут все, тут побывали протоколы сионских мудрецов. А здесь вот поработал краткий курс имени товарища Сталина. Вот. Иногда становится совершенно понятный источник, откуда человек черпает вот тот бред, который он несет. Так вот, что касается латынины. Извините за длинную реплику, потому что, ну, надо же разобраться, что откуда, откуда вот эта вот б***ь, которая в латынинской голове взялась. Откуда оно, происхождение. Потому что неомарксизм – это философское, идейное направление, это франкфургская школа, это Адорны, это Эрих Фром, это масса людей, которые действительно внесли существенный вклад не только в философию, но и в самые разные направления мысли, не только в гуманитарной. Латынина почти наверняка, вот знаете, узнаю брата Колю, я практически читаю вот эту вот, значит, такую книжку Патрика Бьюкинена, это конспирологический конспиролог ультраправого крыла республиканской партии Патрик Бьюкинен, который написал книжку «Смерть Запада». Там выдвигается идея культурного марксизма. Бредовая совершенно конспирологическая теория, значит, теория Загорова, в соответствии с которой западный марксизм сегодня является основой, значит, продолжающихся сегодня усилий ученых и интеллектуалов, евреев в основном, кстати говоря, по подрыву, это вот в чистом виде, так сказать, теория культурного марксизма, по подрыву западной культуры. Значит, в основном удар идет по франкфургской школе, говорят о том, что это они заговорщики, которые поставили свою задачу подорвать устои западного общества путем развязывания культурной войны, разрушить христианские установки традиционалистского консерватизма и продвигать либеральные культурные установки. Значит, мультикультурализм, прогрессивизм, политическая корректность, ну и так далее. Значит, эта теория, она появилась в конце 90-х годов в Соединенных Штатах Америки и корни свои имеет в нацистском пропагандистском термине культурбаршевизм. Почему я утверждаю, что это нацистский термин? Потому что он в основном опирается на, так сказать, идею, что это вот еврейский заговор. В общем-то, связана эта теория заговора с американскими религиозными палеоконсерваторами, такие вот, как в том числе вот этот вот Патрик Бьюкинин. Я практически, вот, понимаете, я, конечно, к сожалению, последние годы перестал преподавать, поэтому утратил компетенции вот философа-веда, потому что это надо постоянно читать, это надо постоянно следить за философской литературой, за философской периодикой, в частности, с чего я явно не успеваю. Но какие-то вещи, вот когда я читаю латыни, ну, прямо всплывают какие-то абзацы из того же самого Бьюкинина, из вот этой вот бредовой конспирологической теории, которая на самом деле имеет распространение среди белых националистов и неофашистов. То есть, суть вот этой агрессии против франкфуртской школы, что эта группа евреев-марксистов смогла существенно изменить западное общество и общественное мнение в своих интересах. Значит, ну, и, ну, короче говоря, значит, вот эти вот страшилки, которые сейчас, ну, в общем-то, вот, скажем так, нормальные республиканцы регановского крыла стараются вслух не произносить, в общем, так не думают. Это вот как абсолютная, мракобесная нацистская, нацистские группировки, которые теснятся на задворках ультраправых республиканской партии. И, фактически, это андеграунд. Ну, так, чтобы окончательно было понятно, что такое вот эта вот теория, теория, так сказать, которую преподносит сейчас Юлия Латынина, я просто хочу сказать, что норвежский террорист Андерс Бревик в своем видеообращении Декларация независимости Европы, которое было разослано по электронной почте за 90 минут до совершенного им террористического акта, указал, что мотивом его было защитить Норвегию от ислама и культурного марксизма. Ну, вот примерно в такой кампании оказалась Юлия Леонидовна со своей бредовой идеей, что корнем всех этих бед на человечество является неомарксизм. Значит, ну и, конечно, главное, главное это трансгендеры. То есть здесь полное совпадение с кремлевским нарративом. Основное, когда, так сказать, Кремль и российский телевизор пытаются каким-то образом рассказать, как все ужасно на Западе, то, конечно, обязательно показывают гей-парады и показывают трансгендеров. Это вот просто фиксация. И вот у Латынины тоже фиксация. Смотрите, что она пишет. Трансгендеры есть очень важная часть социально-политического уравнения. Знаете почему? Правильно, пишет Латынина. Дело в том, что в самом низу пирамиды виктимности, в неомарксизме, стоит молодой, богатый белый самец. Он представитель самой ненадежной демографической выборки. Он представитель белого патриархального сексизма. Но ведь далеко не каждому молодому подростку из благополучной семьи, родившемуся с золотой американской ложкой во рту, приятно оказаться генетическим эксплуататором. Он тоже хотел бы быть жертвой. Он тоже хотел бы, чтобы весь мир был ему должен. И он это легко может сделать, сменив пол. Понимаете? Очень легко. Сменил пол. Взял и сменил. Еще недавно ты был патриархальным белым самцом. В университетских соревнованиях по плаванию ты был на сороковом месте. И любая студентка могла тебя отменить, если бы ты не так на нее посмотрел. Но ты сменил пол, и ты теперь самая главная жертва. Ты выигрываешь все соревнования по плаванию, и ты еще при этом пострадавший. Конец цитаты. Вы знаете, вот, вот, честно говоря, я не знаю, значит, я очень давно стараюсь все-таки публично не материться, но здесь очень трудно удержаться. Вот, смотрите, этот человек, эта женщина образованная, публицист, с опытом, она всерьез утверждает, что люди меняют пол, не потому, что этого требует их идентичность, не совпадающая с физическим обликом, не потому, что внутри себя человек ощущает не так, как он выглядит снаружи, а потому, что вот, латынина вообще понимает, вот, понимаете, почему я немножко, так сказать, теряюсь и пытаюсь найти слова приличные. Вот латынина, она вообще понимает, что такое операция по смену пола? Ну, просто вот, посмотреть фотографии, посмотреть, что это такое на самом деле. Вот, в частности, для транс-женщин, то есть, для тех людей, которые переходят от женщины, то есть, переходят, вернее, от мужчины в женщину, это называется реконструкция гениталии. Это тяжелая операция, сложная, то есть, человек меняет свою жизнь, меняет свое кардинальным образом, меняет свое тело, ради чего? Ради того, чтобы в университетских соревнованиях по плаванию занять первое место, что ли? Вообще, в своем уме? Обычно, когда что-то говорят про людей, ну, как-то надо ставить себя на их место. Можно себе представить, что в массовом, нет, какой-то один идиот может действительно, не будучи, так сказать, внутри себя другой гендерной идентичностью, может ради чего-то вот устроить с собой такую вещь. Но это не тысячи людей. Поэтому, конечно, это потрясающе. Какой только чуши человек не скажет, ради того, чтобы, что называется, построить вот свою, свою какую-то концепцию. Ну, и, конечно же, про Украину. Какое отношение весь этот ужасный неомарксизм, кошмарный, жуткий, какое оно имеет отношение к тем идеям, которые сейчас реально владеют умами современных украинцев. Вообще, интересно было бы провести какой-то опрос, как, значит, насколько украинцы, которые в своей голове что-то думают, насколько они опираются на идеи франкфуртской школы. Вот. И вот, значит, что пишет Латынина. На самом деле, практически все, что мы наблюдаем сейчас, и в украинской пропаганде, и в российской заблежной оппозиции, есть просто перевод общих принципов неомарксизма. Дорогие украинцы, вы не понимаете, вы на самом деле начитались авторов франкфуртской школы. Именно поэтому вы сейчас противостоите российской агрессии и думаете то, что вы думаете. Это вот вас растлил неомарксизм, оказывается. Так вот, это все оказывается просто перевод общих принципов неомарксизма на русский и украинский языки. Начнем с украинской части этого уравнения. Когда трое партийных шишек, чтобы свергнуть Горбачева, поделили СССР на 15 кусков и положили каждый себе в карман, Украина унаследовала самый сладкий кусок, пишет Латынина. Где-то я тоже это слышал, сейчас скажу где. Лучший почву, лучший климат, лучшая сеть железных и автомобильных дорог, европейская территория, 52 миллиона населения Украине достались практически все плоды многовековой экспансии Российской империи на запад, от юга-востока, когда-то принадлежащего Крымскому ханству и Золотой Орде, до западных областей, еще век назад, бывших частью сначала Австрийской империи, а потом Польши. Три бывших воеводства Речи Посполитой, Киевская, Черниговская, Брасловская, заключившая союз с Москвой на Переславской Раде и в противном случае вероятно давно бы ассимилированные и растворившиеся без следа в Великой Польше, вот ведь оказывается, какая судьба была в Украине, если бы не Великая Россия. Тоже где-то я слышал, сейчас скажу где. Получили богатые преданные, которые они щедро впрочем оплатили, ибо никогда без объединения с ними Россия не стала бы империей. Как Англия и Шотландия, так и Украина и Россия строили империю вместе, оказывается. Знаете, вот это краткий курс выжимки из пропагандистских шоу в российском телевизоре. Украину создал Ленин. Вы что, забыли что ли? Ну вот здесь вам Латынина тоже говорит. Украину Ленин создал, а без Ленина вы кто? А без Ленина вы никто, вас бы не было. Вот украинцев не было, создал Ленин, ну Сталин тоже создавал и так далее. То есть вы всем украинцам благодарны, должны быть великому русскому народу. Утверждает Владимир Путин, Владимир Соловьев и Юлия Латынина. Вот в такой кампании она оказывается. Вот понимаете, можно конечно по пунктам, по кирпичику развалить весь этот бред, который она несет. Но в целом я думаю, что можно просто показать источник. Ну и наконец самое главное это жертва. Опять-таки здесь прямая ниточка от Латынины к Льву Марковичу Шлозберга. Они на самом деле на почве вот этой отрицания жертвы они просто близнецы-братья. Здесь несмотря на все их различия и гендерные и внешние они отличаются и цветом волос отличаются и отношением к партии яблоко отличаются, но они близнецы-братья по базовым характеристикам оценки сегодняшнего момента. Читаем. Но современный неомарксистский дискорд победителей как известно не любит. Ему нужна жертва. Каждое новое государство должно быть непременно жертвой ужасного колониального прошлого. Если люди не считают себя жертвами их таковыми надо сделать. Из Украины принялись делать страну которая была порабощена московскими колониалистами и имперцами. Некая Украина от Крыма до Львова существовала предвечно. Если некоторые ее части говорили на русском языке так это от того что колонизаторы навязали им свою культуру. Конец цитаты. На самом деле естественно этого не было считает Юлия Леонидовна. Никакой колонизации не было. И вообще идея деколонизации воспринимается у нее есть специальный текст по поводу деколонизации она считает это бредом сливой кобылой и вообще никакой колонизации не было. Я прошу прощения но надо все таки понимаете надо все таки хотя бы какой-то маленький обзор что такое была русификация Украины что такое была действительно колонизация Украины что такое был культурный геноцид украинского народа я прошу прощения за длинный за длинную длинный список вот он 1690 год анафема РПЦ на церковные книги напечатаны на старо украинском языке 1720 Петр I издает указ запрет печатания украиноязычных книг в Киево-Печорской и Черниговской типографии 1664 год Екатерина II издает инструкцию инструкцию по русификации Украины Смоленщины стран Балтии и Финляндии значит далее не буду не буду даты читать указ Синода РПЦ о конфискации населения украинских букварей цинковных книг полный запрет начального образования на украинском языке запрет на употребление украинского языка во время церковных служб преподавания на украинском языке в Киеве Могилянской академии важнейшая дата 1831 год отмена Магдебургского права помимо того что это сделало невозможным судопроизводство на украинском языке это еще фактически была попытка искоренить в Украине европейскую культуру имеется ввиду не культуру там высокую а культуру бытовую гражданскую Магдебургское право это то что разделило европейскую Украину и неевропейскую Россию это городское право которое фактически сделало Украину частью Европы вот 1831 год важнейшее дальше закрытие украинских воскресных школ важнейшая дата 1863 год Валуевский циркуляр 1876 год Емский указ еще более важная вещь это запрет ввоза украиноязычных книг из-за границы запрет подписывать украинские тексты под нотами запрет украинских спектаклей и так далее дальше я оставлю это что не буду время тратить но фактически на протяжении нескольких веков культурный геноцид украинского народа это было очевидно это факт я не знаю как можно было человеку который в принципе ну вроде бы как образованный книжки читает как можно было нести вот эту ахинею по поводу того что значит то что то что написано было латыниной то что как бы навязали колонизаторы навязали свою культуру ну конечно навязали конечно навязали язык и все остальное значит теперь давайте посмотрим как оказывается полатыниной вот этот ужасный неомарксизм растлил российскую оппозицию вот что она пишет на первый взгляд мы можем быть сильно удивлены при виде оппозиции которая в сложившихся на поле боя условиях требует границ ужас один требует границ 91 года и выплаты репараций а любого российского военного пересекшего границы украины называет как Илья Яшин военным преступником на первый взгляд непонятно кому эта оппозиция обращается у русского избирателя такая позиция вызывает изумление ни один внимание это просто вот золотом на мраморе надо написать ни один серьезный международный игрок от Путина вывода войск не требует это какие же серьезные международные игроки это КНДР не требует точно это Виктор Орбан не требует точно а все союзники Украины которые поддерживают Украину они все однозначно позиция территориальной целостности Украины в границах 91 года это позиция всей европейской и евроатлантической коалиции которые поддерживают Украину которые дают деньги для этого которые дают для этого оружие все требуют от Путина вывод войск до границ 91 года практически все откуда взялась эта идея у Латынина не знаю может быть ее кругозор ограничивается только позицией КНДР Венгрии ну я не знаю может быть у Словакии сейчас такая же позиция дальше значит дальше она начинает объяснять одна из самых главных проблем с которой борется Латынина это проблема поствоенного устройства мира после Второй мировой войны вот Латынина не признает фактически то устройство мира которое сложилось после Второй мировой войны объясняю почему вот давайте посмотрим что она пишет и что она говорит есть то есть ее основная задача ее основная цель это вернуться мысленно в 18-19 век вот именно там именно тогда еще лучше раньше значит ну причем так сказать это возвращение тоже должно быть частично то есть вот времена рыцарства времена так сказать значит каких-то благородных дуэлей и так далее ну давайте давайте все-таки ближе к тексту и так что она пишет если ты хочешь быть частью большой прогрессивной повесточки то ты должен допить за все это за доколонизацию Украины за границей 91-го года за возвращение Крыма чего конечно с точки зрения Латынина делать категорически нельзя про суд над военными преступниками и в первую очередь агрессора который должен быть наказан да-да про агрессора который должен быть наказан ибо одна из самых больших неомарктистских когнитивных ловушек которые нас поймали это слова агрессивная война вот Латынина вообще убеждена в том что агрессивная война это вещь которую нужно изъять из оборота вообще на самом деле международно признанное определение агрессивной войны дано Генеральной Ассамблее ООН принятой в 1974 году агрессивная война это применение вооруженной силы государством против суверенитета территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства это достижение которое человечество получило после Второй мировой войны но Латынина категорически хочется от этого отказаться она считает что значит надо вернуться в те времена в далекое прошлое когда когда так сказать ну собственно давайте я просто покажу на экране и прочитаю то что она пишет понятие агрессивной войны понятие что агрессор неправ не было понимаете это видимо очень хорошо неправ был тот кто ведет войну не по-рыцарски в голову бы князю Балконскому не пришлось считать Наполеона неправым за то что он вторгся в Россию ну дальше она пишет о том что вот значит война это было нормально и европейцы воевали очень благородно и что там Наполеон после поведы над пруссаками танцевал с ними на балу и вообще было все прекрасно здорово и вообще так сказать все войны это было прекрасно это была доблесть и войны велись по правилам и неправ был не агрессор а тот кто неправильно ведет войну ну просто понимаете я думаю что в далеком прошлом человечества людоедство было тоже доблестью и сама идея отказаться от людоедства она вызвала бы у сторонников этого древнего и очень интересного обычая ужасное возмущение потому что во первых это вкусно во вторых это утилизация так сказать славых и так далее то есть масса выгод ну вот у латынины несколько более поздняя поздняя ностальгия по рыцарству по убийствам по правилам и по идее что никакой агрессивной войны не существует ну на всякий случай да действительно первым международным судом который осудил признал международным преступлением нарушение мира был Невербергский трибунал и поэтому да действительно это в общем свежее изобретение но все-таки мы живем в мире который основан на в том числе решении Невербергского трибунала Юлии Латыниной этот мир не нравится она хочет нас вернуть в то время когда агрессивная война это было это было нормально это было доблесть то есть ну да действительно такой мир был когда право вести агрессивную войну нападать на соседей считалось нормальным признаком суверенного государства да такое было но война вторая мировая она все-таки изменила ситуацию латынина этих изменений видеть не хочет прямое и дальше смотрите что она это же не просто так я же не не навешиваю ярлыки значит вот что она пишет и вот в 21 веке марксизм 2.0 предложил нам другую парадигму это оказывается марксизм предложил парадигму агрессов жертва с упором на жертву любимое излюбленное ключевое для него слово агрессор всегда неправ возмущенно пишет латынина это оказывается изобретение неомарксизма я то думал что это неруберский трибунал положил такое начало такого понимания жертва всегда права агрессор это тот кто вторгся он военный преступник как там говорит яшин все россияне которые пересекли границы украины военные преступники все понимаете то есть это прямое оправдание агрессора прямое отрицание того миропорядка который был установлен после второй мировой войны да действительно Юлия Леонидовна агрессор всегда неправ да это вот так те времена когда агрессор был молодец потому что он доблестно вторгся в чужую территорию и стал убивать граждан чужой страны те времена когда это было доблестью они прошли они закончились и сейчас мы живем в том мире в котором агрессор всегда неправ это правда значит и все кто вторгся на на чужую границу через чужую границу они все являются преступниками это так сегодня устроен мир то есть прямое оправдание агрессора в данном случае со стороны латынины это просто это не клеймо это не попытка обвинить человека это человек сам написал сама вернее написала и дальше она переходит уже к наиболее чувствительным темам прекрасный пример цитата прекрасный пример Крым нормальный подход очень прост две страны разделились не важно почему забыли проехали представим себе что Украина как Швейцария оберегает языковые права своих граждан кто в каком кантоне живет тот на каком языке и и говорит чей Крым доплевать украинский замечательно там хоть демократия но нет Крым который говорит по-русски обнаруживает что официальный язык украинский после этого голоса жители Крыма даже подделывать не надо они с радостью после аннексии голосуют за вхождение в состав РФ казалось бы какова позиция нормального человека в этой ситуации ответ все корабль уплыл и заметил что трезвая позиция именно такова даже Илон Маск еще в 22 году сказал забудьте о Крыме ну авторитет самое главное очень много известно что позиция Илона Маска очень сильно совпадает с позицией Путина по многим вопросам значит но позиция сигнализирующей добродетели выглядит иначе даешь границы 91 года говорит Илья Яшин что дался почему Илья Яшин дался Латыниной на такое ощущение что он один это говорит да это это фактически все документы которые по и международной и организации объединенных наций границы 91 года это общепризнанная международная позиция по поводу того что должно быть вернем Украине Крым возмущенно пишет Юлия Латынина то есть Юлия Латынина твердо на вопрос чей Крым отвечает Крым российский чем она опять-таки полностью на 100% совпадает и с Путиным и с Соловьевым и с Киселевым и с Гурулевым и так далее то есть она там она твердо там находится по основным политическим позициям мировоззреческим политическим ну и естественно в этой ситуации это особенность Латынина Латынина конечно восхваление Трампа здесь она пишет следующее Запад разный есть тот самый настоящий Запад Запад рынка индивидуальной свободы прогресса который воспринимался как сверкающий рай советской интеллектуальной элиты в 91 году он никуда не делся он есть более того он только что в лице Дональда Трампа выигрывал выборы в США то есть это вот сверкающий рай это Дональд Трамп ну это было давно известно Латынина лютая трампистка вот этим она тоже совпадает то есть весь путинский телевизор вся путинская пропаганда топила за Трампа так что так что так что так сказать спина была мокрая вот то есть на самом деле здесь тоже полное совпадение ну и наконец про оппозицию зарубежная оппозиция полностью иссякает себя из любого будущего внутрироссийского политического процесса и слава богу Россия нуждается в том чтобы вернуть страну нормальности покончить с внутренним террором вернуть науку и технологии повысить рождаемость развивать экономику возможно в том числе используя военные технологии как локомотив большой привет Соловьеву который у которого это любимый любимый тезис и обеспечить своим элитам стабильность а не в доколонизации пельменей и налогах на наследство ну что ж дорогие друзья вот маленький автопортрет автопортрет партии родной крови в которую свалились безусловно без большого желания оказаться вместе такие разные люди как Юлия Латынина и Лев Шлозберг партии родной крови это те люди которые говорят о том что они против Путина на самом деле они в этой войне на стороне России безусловно это люди которые говорят о том что они против Путина на самом деле они уравнивают агрессоры и жертву агрессии отрицая вообще сам факт существования жертв агрессии это те люди которые говорят о том что они против Путина на самом деле они размывают ответственность самыми разными лютыми ухищрениями это люди которые на самом деле отмывают добило фашистский рейх потому что он он конечно фашистский но он родной это партия родной крови на самом деле я думаю что присутствие таких разных людей как Латынина и Лев Шлозберг это можно сказать два таких крыла этой партии которые делают ее достаточно многочисленной я думаю что в эту партию сваливается огромное количество людей как тех кто внутри страны внутри России считает себя не очень кому нравится путинская власть так и большое количество людей в российской эмиграции вот такая вот такая вот партия образовалась она очень очень так сказать имеет большую популярность очень многие люди в эту партию сваливаются и с моей точки зрения эта партия просто является частью путинского режима вне зависимости от того что кто-то из этой партии носит статус иноагента кто-то преследуется ну а по отношению к кому-то могут даже и какие-то репрессии применять так было сталинский режим сталинский режим использовал репрессии даже против своих путинский в этом смысле не очень сильно отличается не очень в этом смысле не преслед cybersecurity